Научно-исследовательская работа и организация повышения квалификации фармацевтического персонала. Государственная система непрерывного медицинского и фармацевтического образования в России предусматривает повышение квалификации специалистов не реже одного раза в пять лет, что для фармацевтов несравнимо мало. Особое место в обучении персонала фармацевтической организации уделяется профессиональному развитию, чтобы обеспечить соответствие квалификации сотрудников современному уровню развития фармацевтики. Постоянное меню ситуации на фарматическом рынке требует от фарматических компаний проведения у них фирменных программ обучения персонала и организации оценки их эффективности. Цель научной работы является изучение программ повышения квалификации фарматического персонала, метод исследований ангетирования фарматического персонала оптичных организаций с помощью специально разработанной анкеты, статистическая обработка результатов. В исследовании приняло участие 25 специалистов в аптечных организациях. Большую часть респондентов составили женщины в 96%, возраст опрошенных валинирован от 22 до 55 лет, Средний возраст поднятых составил 34,76 лет, ошибка среднего 1,87. Половина опрошенных специалистов имеет среднее профессиональное образование 52%, оставшиеся с высшим профессиональным образованием 48%. Выше половины опрошенных специалистов занимает должность фармацетов 64%, также должность провизора 28%, заведующая отделом аптечной организации 4%, директор аптечной организации 4%. Во время опроса респонденты отметили вид аптечной организации, в которой они работают. В аптеке работают 68% специалистов, в аптечном пункте работают 32%. Те, кто работает в аптечном киоске и аптеке медицинской организации, не оказалось. Опрошенные специалисты в основном работают в аптечной организации, которая относится к региональной аптечной сети 60%. Треть работают в аптеке, которая не относится к аптечной сети 32%. По форме собственности частная аптечная организация составляет большое количество 96%, в государственных меньше 4%. Аптечная организация муниципальных форм собственности не оказалась. Многие специалисты видят необходимое совершение своих знаний, то есть прохождение курса повышения квалификации. 84% затрудняется ответить. 16% респондентов, которые считают, что повышение квалификации не нужно, не оказалось. У 76% попрошенных имеется сертификат специалистов. 24% получили следствие об аккредитации. При этом 44% считают, что программа сертификата специалистов более удобна для доступа специалистов в профессиональной деятельности. 20% считают, что это удобная программа, гроздают специалисты, и 36% не видят разницы. В системе непрерывного нацистского и фронтического образования вступили в 64% респондентов, пока не вступили на планирующие 16%, не видят в этом необходимости 40%. По мнению респондентов, системы непрерывного нацистского и фронтического образования по сравнению с традиционной системой имеют преимущества. Наиболее значимыми являются возможность постоянной совершенствования знаний 64%, своевременное получение информации 40% и большой выбор разнообразных форматов обучения. Изменения в порядке повышения квалификации специалистов не вызвали никаких трудностей и 80% опрошенных специалистов, однако 20% респондентов отметили, что различные трудности уже возникли. Основными трудностями были большие затраты времени, 1,56%, денежные затраты 36% и необходимость проходить обучение с отрывом от работы. Респонденты, которые считают, что дистанционная форма с применением для программ для онлайн обучения наиболее удобная, 76%, в сочетании дистанционной и очной формы обучения выбрали только 16%, а очную форму выбрали 8% респондентов. Большая часть респондентов предпочитает повышать свою квалификацию одному моменту, 1 раз в 5 лет 76%, остальная часть респондентов 24% считает, что порядок набора часов для повышения квалификации должен проходить ежегодно. На данный момент многие специалисты проходят обучение без отрыва от работы 84%, оставшаяся часть прохода обучения с отрывом от работы, работодатель предоставляет оплачиваемый отпуск 8%, либо работодатель вынуждает брать отпуск без сохранения зарплаты 8%. Наиболее доступной формой обучения квалификации считают тематические курсы, обучающие видеоролики и вебинары, являются самыми используемой формой, которая используется чаще других. Наименее доступны мы посчитали тренинги и семинары. Полезными формами повышения квалификации посчитали тематические курсы, квалификационные курсы, вебинары и конференции. Менее полезными тренинги и семинары их респонденты используют реже всего. Большинство респондентов считает, что нести финансовые обязательности по оплате повышения квалификации работников должен работодатель 84%, государственное 12%, фронтический персонал самостоятельно 4%, но на самом деле многие плачут прохождение повышения квалификации за счет собственных средств 64%. Контроль за своевременное обучение в основном проводится самим сотрудником. Большинство специалистов сами следят за своим обучением 56%, те, кому периодически нет на руководитель, а необходимость в прохождении обучения 32% и лишь у 12% прогрязывается, если план повышения квалификации, руководитель сам подбирает курсы и направляет на обучение. Внутрифирменное обучение персонала в основном не проводится у 84% респондентов, а шляется лишь у 4% специалистов, 16% из 25% опрошенных. Наиболее распространенная форма внутрифирменного обучения персонала это сообщения нацистских представителей, также проходят деловые игры, тематические лекции, краткие сообщения руководителям. Также респондентов было предложено оценить курсы и подготовки к осуществлению персональной деятельности. Большинство специалистов хорошо оценят уровень своей теоретической и практической подготовленности, лишь некоторые специалисты нуждаются в совершенствовании своих знаний. При оценке теоретических знаний средняя оценка составила 4,16, средняя оценка практических знаний 4,32. Многие также видят необходимое в совершенствовании своих знаний. Вопросов было выявлено, что респондентам не хватает знаний об особенностях критической консультировки при конкретных заболеваниях и состояниях – 22%, а знаниях в новинках товароаптечного ассортимента – 40%. И всего, что сказано, можно сделать выбор. Канкетирование позволило выявить потребность финансовой поддержки при оплате курсов повышения квалификации от государства и от работодателя, так как в большинстве случаев финансовые обязательства несет сам сотрудник. Во многих организациях возникли проблемы с внутрефирменным обучением персонала. Такая форма обучения очень мало распространена. В некоторых оптичных организациях все же проводится внутрефирменное обучение, но зачастую это краткая информация от медицинских представителей. Сами распространенные вопросы, по которым из поддельных отделов хотелось бы усовершенствовать свои знания, оказались особенности фронтического консультива при различных заболеваниях и получении информации о новинках товаров аптечного ассортимента. Спасибо вам за внимание.